26 июля предлагается как бы тема подготовка к съемкам на федерального телеканала. Этим я уже надоел, я тут проходил, поэтому коротко. Это питомник, вот он, и он же вытесняется и становится матовским садом. Видели красота какая? Господи, если бы вы знали, как их едят, как эти яблоки едят, да? Вы уже поняли. Это добрые старые сорта, белый налив. Вот, они тоже нужны. А вот груши, я уже рассказывал, ну не мог я иду-то совсем за другим делом-то, показать, как садятся семена. А как пройдешь? Ну как пройдешь? Вот, представляете, привозят, это все исторический факт, Турсун Доскобилов мне, Турсун Пулот Доскобилов, мой друг, на тот момент заведующий лабораторией Абаканского института аграрных проблем, он же кандидат в науки, привозит молодого человека, и тот говорит, я специализируюсь по грушам. Откуда он, я ничего не помню. Может Абакан, может Минусинск, может этот, имени Лисовенска-Барнаул. И когда я показывал груши, я сказал, Лада, я сказал, Среднерусская, я сказал, память Яковлева, и еще назвал штук 5-6, он сказал, я впервые не слышал, вот вам и Сибирь. Вот, и нигде, никак, нет, причем считается, что буссурийские люди не знают, что такое буссурийская дикая груша, которую я использую как подвой. Ну, как анекдот звучит, да? Ну, не мог я пройти, ну, иду я мимо, ну, сами понимаете, иду я мимо чего? Вот это мой абрикосовый сад. Вот, здесь уже три дерева полностью рухнули, а на некоторых ветки отдельные рухнули. Вот видите, вот это есть. А это уже, знаете что, ну, не купили по брезгу, ну, кому-то тысячи, полторы, а некоторые двух-трехлетки могли стоить и две тысячи. Вот здесь уже плоды упали, вот тут они были, да? Сейчас помню, как он называется, а, Мичуринский. И вот получается, что, ой, капот крово-красный, а это, вот, жигулевская. Представляете, почему оно такое? Да не купили его. Вот. И вот я, это, это одна из племянниц выращивает то, что мы не прерываем эти орехи манджурские, видите? Они тоже нужны, но это отдельный разговор. Я вот стоя возле них вспоминаю, что, не знаю, будет ли это интересно телеканалу московскому, вспоминаю. Я на рынке, я разговариваю с человеком, зовут его Георгий. Я уже рассказывал одну половину рассказа. У меня фотографии есть на этом, на телефоне. Только я не умею переносить их на компьютер, еще не научился. А он торгует. Первый, последний раз в жизни я видел в нашем регионе, очень благодатных, чтобы торговали именно плодами черешни. Сосед того самого Боднера Борисовича. И вдруг я вижу у него такие гроздочки зеленые, в зеленой скорлупе, еще в зеленой, вот этих манджурских орехов. Я говорю, а кто купит, сколько стоит? А у него получалась тарелочка с этими плодами черешни 200 рублей. А такая же тарелочка с плодами, ну не такие, что они большие, зеленые плоды манджурского ореха, 100 рублей. Я говорю, а я-то их в жизни перевидал тысячи таких и никогда ни одну не продал. А я-то знаю, что они целебные, а подробности-то уже все выветрились с головы. Хоть сам торгую вот этими. Сергей Железов торгует саженцами, а я торгую этими орехами на посадку. И что вы думаете? Он говорит, я беру эту зеленую, эту самую, делаю настойку и на работке на спирте, мажу колени, эффект поразительный. Ну, а ему самому, наверное, не моложе меня. Поняли, да? Вот это короткое, ну не могу пройти, что я виноват. А сейчас я подхожу к... Вот это третий фильм сделать, про посадку. Нет уж, ладно, не буду ваше терпение. Я сказал про посадку, знаете, про посадку. Вот это мои любимые деревья, знаете почему? Уже с них столько ведер собрано, причем собрано прямо с дерева. Я наступил на горло собственной пистой. Вот. И они практически на грани готовности, так? А есть люди, которым не откажут. Уже повезли в Москву их. Вот. Повезли в другие места. Смотрите. Вот. Я им говорю, вначале... Потрогайте. Ой, очень твердый. О, этот отвалился. Вот это чудо из чудес. Если бы вы знали, я сейчас начну ее жевать. Вам же валидол надо пить. Одни из самых вкуснейших. Вот они. Вот видите. Этого еще не собирали. Ну, кроме упавших. Потому что чуть позже. Королевский уже обобран. Он как бы неделя идет раньше. Опять я задержался. Вот. Еще один питомник. Оттуда, видите? Оттуда питомник фактически вытеснен. Теперь это матричный сад. И плавно сюда переехал. Ну, надеюсь, мы здесь до съемок еще тяпкой пройдемся. Почему? Питомник должен быть чистый. Чистый питомник, черный пар. Это значит потом отсутствие мышей. Вот. И пока это еще детский сад. Где трава противопоказана. Вот. Теперь идем сюда. Сейчас я вам подкажу. Подготовку к посадке. Отсюда будет выкопано два саженца. Один из них в горшке. Ну, привитый я не буду. Середина лета. Вот. Фактически ничего сразу же не случится. И все-таки я выкопаю непривитый. Вот такой подмет ростом. Еще ему расти-расти. Вот. И он будет посажен по железу. Дерн. Это святое. Дерн. Неприкосновенен. Это основа вот таких вот успешных деревьев. Которые не имеют болезни. Вообще. Видите. Из-за дикой засухи. Немножечко их ели. Чуть-чуть ослабевает тот самый иммунитет. И тогда листья становятся беззащитными. Съедобными. Видите. Вот. А если бы еще не засуха. А поливать мы не поливали. Не засуха. То есть поливали питомник. Но не поливали вот эти деревья. Абсолютно здоровые деревья. Еще показать. Вот это молодежь. Вот. Абсолютно здоровые деревья. У них нет причин. А это бывший питомник. Поэтому видите нет холмов. К сожалению. Жизнь у них будет. А это же про посадку. Про агротехнику. Жизнь у них будет немножечко короче. Чем у посаженных на холм. Понятно. Да? Это просто оставались. Отдельный экземпляр. Они были привиты. Вот. А когда специально садим на холм. Я уже сто раз показывал. Неудобно показывать. Но. Новая аудитория. И вот это вот. Будет. Вот так вот оно и будет. Здесь будет выкопана центр. Яма. Вот здесь яма. Ямка. Ровно под размер. Именно принесен сюда в горшке саженец. Будет разрезано на глазах у съемочной группы. Этот пластмассовый горшок. Вынут оттуда ком земли. И вставлен в центр. Вот немного станет пологий. Полит. Там отметка под названием. Сейчас покажу. Значит. Где находится юг, север. Вот. И одновременно. Ну где вам показать. Ну вот здесь например. О ну смотрите. Поняли да? Вот. И здесь же. Она показывает. Где находится корневая шейка. Почему? Потому что будет выкопан еще один саженец. С этим мы разобремся. Потом возьмем его. Отнесем на место. Где выкопали горшок. Вернем на место. А потом будет вторая посадка. И первая посадка будет вместе с обрезкой. Допустим одну треть отрежем. Для лучшей приживаемости. Потому что в ходе горшок. А корни все равно нарушится. Там же отверстие внизу. А второе с открытой корневой системой. Мы отрежем половину или три четверти. Вот. А так как у меня у Железова. Вообще потери не бывает при пересадке. Например. Мажутские абрикосы. Обычно пересажено. Ну 500 тысяч. Ни одного случая. Ну обычно это сентябрь. Ни одного случая гибели. Вообще. Отбор на крепость от выплевания корневой шейки. Уже все позади. Вот такой питомник. Вот он видите. Вот это мы все покажем. Почему? Потому что эта агротехника самая щадящая. Два. Две тележки было. Вон там выкопано. Мы мимо проходили. Ямка. Вот. Еще несколько. Нет. Не минуты. Секунд. Сажен. Посажен. Все эти. Огромные ямы. Набитое всяким дерьмом. Вот. Я считаю. Отстала технология. Неправильная технология. Но это будет. Наверное. Следующий рассказ. Вот это фильм за номером два. Будет ли еще. Посмотрим. Главное. Я показал. Что я не болтун. Вот. Что за этой агротехникой скрывается огромный успех уже по всей России. Сотни садоводов. Я провожу вебинары. Вчера был вебинар. Я еще показал несколько человек с уникальными урожаями. Все они считают себя моим учителем. Вот это дает мне право пропагандировать новое направление. А потом еще я рассказывал. Что вот здесь вот геопатогенная зона. Вот здесь вот видите. Дохнет саженец. Вот видите где палка. Там уже саженца нет. Вот. Погиб. Вот здесь погиб. Причем здесь садил дважды. Здесь рамками проверено. Да. Геопатогенная зона. У меня есть интересная фотография. Мертвый саженец. И возле него разлеглась собака. Не понятно. Как она обнаружила. Что это особое место. И почему ей понравилась эта зона. Где гибнут деревья. Вот. Нашла же его. Серьезно. У меня есть такая фотография. Как-нибудь вам покажу. Ну вот. Такие дела. Такие дела. Эффективность. Говорит. 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 Ну. Еще немножечко пройдусь. Может вам надоело уже. Тем более я практически повторяюсь. Но я готовлю речь уже не для вас. А для всего еще группы. Это совершенно новая аудитория. У этой аудитории совершенно. Другие вкусы. Другие понятия. Там любят резать. Любят делать красивую крону. То есть искалечить дерево. Сделать его здорово больным. Да. И при этом считать. Что все делают правильно. Вот. Ну полюбуйтесь. А. Здорово. Сейчас вы подниму. Вот сейчас закончу съемку. Вот. Вот эти яблоки. Очень хороши. Очень. Вот еще один белый налив. Я вернулся к нему. Здесь у меня еще есть. Вот там вот. Ну уже не буду вас дразнить. Там у меня есть. Не у меня, а у Сергея. А яблоня под названием фонарик. Мелкие. Но супер морозостойкие. Вот. Здесь у меня есть желтая ранетка. Есть здесь красная ранетка. В прошлом году показывал. Сейчас уже туда не полезу. Вот эти заросли. Вот. Посмотрите. Как питомник становится матричным садом. Вот это вот его урожай. Поднимаем голову. Смотрите. Вот это вот и есть. Приросты. Последнего года. Еще один вариант фаины. Смотрим еще раз поближе. Я сюда не полезу. Узро знаете ли. Еще один вариант фаины. У него есть отличительное качество. Очень близкое расположение. Между узлей. Видите. Вот смотрите. Раз, два, три, четыре. Порядка десяти веток. Которым нет цены. Я им поднял цену такой ветки. На двухсот рублей. Вот. Хотите такое иметь? Ну как вы думаете. Эти двести рублей себя окупят, нет? Но дерево состоит из двух половинок. По двое. Поняли, да? Вот. И привое. Вот этой же ветки за двести рублей. Результаты вы видите. Это все не из пальцев высосано. Не практически все сайты. Кроме нескольких в стране. Их сотни. Вот. Везде украденные фотографии. Я разоблачал их, разоблачал мы. Друзьями. Но от этого ничего не меняется. Доверчивость – наше качество. Еще раз скажу. Уровень такой, что если чеку внушили, что покупаете четыре семечка, садите. Через три месяца у вас урожай первый. Вот. Через три месяца. Не года. Первый урожай. Потом еще семечка. Через три месяца второй урожай. Семечка третий. Причем зимой. Ну зимой понятно, на подоконнике. И четвертый урожай. Четыре семечка по 147 рублей. И этому верят. Это уровень, я считаю, виноват и тех, кто придумал вот эту вот школьную, детскую, так называемую, учебную программу именно по биологии. Это их вина. Вот. А, кстати, вот сейчас мы смотрим на жердели. Это из косточек. Вот они, жердели. Вот они не привиты. Уже есть результаты, где… Помните, там здоровенное это поле из этих? Мы там и стояли возле нее. Так. И сейчас туда вернемся. А вот эти саженцы, у меня пока один заплодоносил. Плодос прохватился, надо же доказать. Вот. И на нем уже созревают плоды. Так. А вот эти жердели, вот эти, это на продажу. Вот. Сейчас даже, наверное, покажу вам саженец, который будет выкопан. Где-то на нем висела веревочка. Вот память, а? Вот память. О, память. О, вот она веревочка. А почему он, смотрите, привиты благородства, да? Вот. Его выкопать трудно. Вот какой мощный. Смотрите, прививка. Вот она, смотрите. Вот пятнышко, видите? Которые… Вот видите, пятнышки. Они смотрят на юг. Это очень… А вот это дикий, вот дикий, 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 дикий. И пятнышки. Ну, смотрите, не забыл. Помощник. Вот она. Посмотрели. Видите? Размер листьев сравнить. Вот это дикарь. Это подвой. А я его выкопаю. И вон там посажу на тот холм. Сам принцип. Вот. Ну и… Здесь все сказал. Ну, теперь вы отличаете. Мне не надо смотреть бирки. Привитые. Посмотрите, какая роскошь. Дикий. Ну, дикий условный. Он тоже будет плоды, только помельче. Будет 20-30, некоторые до 35 грамм. Вот он, непривитый. Я уже слово в дикий боюсь говорить. Культурный. Культурный. Ой, чему-то вы немного научились. Ой, еще ветка рухнула. Талк. Ёлки-палки. Ё-моё. Видели, что творится? Ладно, неприятная новость. Ну, учитывая… Потеря небольшая. Учитывая, что вот что делается-то, а? Два дня собирали. Толку. Вот. Все опять. Сейчас мы пойдем по кругу. Мне надо провести обход. Вот. Вчера напугали дико. Медвежий рык Еще вначале в одном конце саду Потом в другом Сейчас отказываются сюда идти Вот мы с лайкой-то и ходим, бродим ищем Вот, вернулся Выведели саженцы На продажу, непривитые, жердели Но им цены нет А вот этого Теперь они будут расти в ваших садах Ну что Все, у меня инфаркт У меня инфаркт У меня инфаркт Ну на эти мы пока смотреть не будем Это технология укоренения Вот, вон технология укоренения Вон технология укоренения Хуже всего шелковицы поддаются Но поддаются Е-мое Единственное, что меня утешает Сильно густо тут Как бы Ой, что делается Это Амур Привитый Ой, что делается Ну вот получается Пол дерева упало Но то, что осталось Она полностью заменит И на этом, друзья, мы заканчиваем нашу Очередную передачу Кажется, это серия за номером два А может быть она будет Продолжением той серии И посмотрим Потому что я еще и в те дни Вчера, позавчера Снимал Вот, я снимал У меня не получилось Дул дикий ветер И Сыпались Прямо сыпали-сыпались А потом оказалось Почему-то и звука нет И дергается все И мне Фильм не получился Все, друзья, пока Я надеюсь, что Вам было не скучно Продолжение следует...